Он взял в руки баллончик с краской в далеком 98-м. Тогда это было увлечение, позже уже превратилось в дело всей жизни. Роман Михеев художник, в его портфолио несколько тысяч работ. Одна из последних, посвященная событиям в Макеевке, стала настоящим хитом в сетях, заинтересовала зарубежные СМИ. К примеру, одно из крупных британских изданий готово было заплатить Роману за интервью о ней, но художник отказался. Слишком личное, да и иностранные журналисты вряд ли поймут. Оказывать всестороннюю поддержку и быть рядом. Самарцы выражают свои чувства по поводу трагедии, которая произошла в Макеевке в начале этого года. И у каждого здесь свой формат. Кто-то даже посвящает этому полотна. Роман изобразил юную девушку, которая задевает струны виолончели. Инструмент здесь – символ человеческой души. Трагедия, которая произошла в Макеевке, унесла жизни десятков защитников Родины. Погибли наши земляки. Скорбили всей страной, от Калининграда до Камчатки. Роман Михеев рассказывает, получил сотни сообщений в сети после того, как поделился фотографией Мурала. Были и провоцирующие комментарии, но в большинстве своем художник получил слова благодарности. Он начал рисовать сразу же, как вернулся с Донбасса на территории ДНР. Роман провел несколько недель с гуманитарной миссией. Через призму музыки, так как музыка на войне – это очень важно. Она помогает в тылу и, собственно, на самом фронте. Для каждого эта музыка может быть любой, разный. Для меня это спорт. Здесь черные, синие, красные цвета – это как раз флаг ДНР. Болею за Россию. Болею вообще происходящую всего в мире. Собственно, очень жалко детей на Донбассе, которые стали заложниками этой ситуации. Народ так же, как и я, соболезновает и скорбит о погибших. Весь народ наш самарский, да и вся страна переживает, на самом деле, за Макеевку. Мне приходится общение даже там Тула, неважно, там Екатеринбург, Омск, Москва та же. Все соболезнованы, все переживают за наших погибших ребят. Это не последняя работа Романа Михеева. В планах у художника создать еще несколько памятных полотен на улицах Самары. Посвящены они будут защитникам Отечества и народу Донбасса.